дорогие мастера всем привет сегодня с вами я татьяна дашута и у нас очень интересное видео а главное это видео очень важное это обзор и правильная посадка флешмейкера то есть как правильно наладить свое рабочее место чтобы вам было удобно чтоб все материалы были у вас под рукой и чтобы вы никуда не дергались залог успешного и хорошей организации рабочего места заключается в том что вы значительно увеличите скорость вашей работы давайте рассмотрим подробнее что необходимо чтобы было возле вас но в первую очередь вам будет удобно если вы все-таки будете работать за кушеткой не на кресле не на диване если вы работаете дома а все-таки рабочее место всегда удобно если вы работаете за кушеткой второй момент это лампа при выборе лампы сейчас ассортимент их очень большой я думаю что это даже отдельная тема но я выбираю всегда кольцевые лампы потому что они красиво смотрятся на фото и есть регулировка нескольких оттенков самого цвета лампы то есть она может быть более дневного света может быть более холодного оттенка вы подбираете что-то нейтральное для того чтобы вам было комфортно работать именно для вашего зрения следующее стул с которым вы работаете конечно лучше если он поворачивается и очень удобно если этот стул будет на колесиках то есть также он будет перемещаться следующее это подъем стульчика то есть и он должен регулироваться по высоте тогда будет очень удобно мастеру сидеть за кушеткой и отрегулировать свой уровень после того как вы для себя выбрали всю удобную мебель вы присаживаетесь к работе есть еще такая штучка которая называется подушечка для нашего клиента да чаще всего мы ее применяем и устанавливаем за нашу шею то есть когда клиент ложится иногда они пытаются лечь на нее головой то есть это будет не сильно удобно так как нам нужно чтобы глава голова нашего клиента была запрокинута немного назад поэтому мы выбираем эту подушечку и устанавливает им под шею в таком случае вам получается удобное расположение вашего клиента запомните что голова вашего клиента должна находиться ниже уровнем значительно вашей глаз то есть вы глазами должны хорошо и отчетливо видеть полностью ресницы если клиент лежит немного далеко вы к нему тянетесь вы будете плохо просматривать ресничные ряды и это будет занимать большее количество вашего времени то есть неправильная постановка мастера точнее посадка мастера будет оттягивать процесс вашей быстрой работы поэтому проконтролируйте это следующее на что хочу сделать акцент это что находится у вас под рукой мастер должен распределить свои материалы так чтобы не бегать никуда то есть что-то забыли где-то поменяли там ага я забыла мицеллярную воду ага я забыла то есть вы постоянно отвлекаетесь поэтому у вас тоже будет затягиваться процесс работы некоторые девочки которые вот мы работали очень давно когда-то мы просили клиента еще хотите умываться это тоже также затягивает время то нужно уже с этим вот заканчивать и вы должны научиться умывать своего клиента как бы после того как вы сняли из них и качественные демакияж и очистка полностью ресниц она уже должна происходить у вас здесь на кушетке то есть для того чтобы ускорить ваше время работы следующее мы создали ну вот я создала такие кулечки специально это одноразовый кулечек в котором лежат все материалы для нашего клиента давайте мы его рассмотрим поближе дорогие мастера теперь хочу поближе рассказать вам что у нас находится в стартовом таком наборчике для нашего клиента в первую очередь это гигиена то есть клиент очень обращает внимание на то что вы подходите к нему индивидуально вы не берете все как бы с общей коробочки у вас все лежит даже не лежит мы каждому клиенту даем это в руки у каждого клиента вот собрали мы шапочку микробраши ватные палочки щеточка и патчи это то что находится у нас в одноразовом наборе для нашего клиента даем ему в ручки и он со спокойной душой ложится к вам на кушетку с полной уверенностью что для него вы соблюдаете все правила гигиены таким образом вы ускоряете процесс наращивания ресниц потому что вы уже с этапа подготовки ускорились вы не будете искать а где у меня лежат патчи а где моя щеточка куда я положила шапочку то есть вы сразу же организовали себе вот таким вот образом быстро рабочее место и самое первое вот необходимые материалы для вашего клиента теперь переходим дальше я вам расскажу как правильно разместить именно клея и препараты как они должны находиться возле вас для того чтобы сократить время для организации рабочего места у вас должно быть все под рукой что я хочу про показать вам и что вы не должны упустить итак начнем даже самого такого обычного зеркала после вашей процедуры клиент захочет посмотреть какой получился результат возможно вы будете отвлекаться бегать смотреть те ваши зеркала поэтому старайтесь чтобы она у вас была под рукой она может находиться либо здесь типа у вас может быть такая тумбочка где вы откладываете если вы переживаете что зеркало упасть упасть с этой поверхности далее материалы которые вам необходимы обязательно пенка для снятия как альтернатива это может быть также мицеллярная вода далее средства для снятия оно может быть любых вариантов здесь у меня размещен пудинг также это может быть кремовый ремовер либо гелевый ремовер далее обязательно это праймер обезжириватель на запахом розы клей два варианта я сейчас объясню почему клея должно быть два и также бустер особенно в летний период времени если вас клей начинает медленнее работать далее бокс бокс может быть у вас либо с планшетками которые вы размещаете рядом со своим рабочим местом это вот такая планшеточка либо это может быть планшетка которая одевается на руку что из этого удобнее и как думаю я я вам тоже сейчас все расскажу далее обязательно не забудьте возле вас должны находиться пинцеты вот они у меня лежат в таком чехольчике эти пинцетики чтобы они не деформировались нигде не травмировались они надежно спрятаны следующее это куда вы будете распределять клей есть у меня еще небулайзер его также используют если очень жарко вы делаете мега объемы для того чтобы клиенту было комфортнее открыть глазки и клей не пек использует небулайзер у нас есть гигрометр который постоянно показывает оптимальную температуру и влагу при рабочем месте то есть сейчас это достаточно оптимально если вы видите что он показывает какой-то выход из нормы то есть например там 29 градусов и там влага к примеру не знаю там 30 то есть это будет показатели при которых клей уже не работает поэтому гигрометр он тоже является важным и следующее что еще должно находиться у вас это либо вентилятор либо красивый веер то есть что вы уже выберете после того как вы закончили процедуру чтобы ваш клиент немного мог так вздохнуть взмахнуть веером и и ушла испарена от его глаз либо чтобы ему было комфортно открыть для того чтобы не отвлекаться постоянно не занимается поиском ресниц вы можете взять такой бокс наполните его планшетками и на каждой планшетке подписать толщину и изгиб которой вы работаете например это у вас будет планшетка c 007 следующую планшетку взяли у вас д 007 то есть вам не нужно постоянно снимать ресницы одевать снимать одевать возьмите для себя просто несколько дополнительно планшеток и пусть каждая планшетка будет с разным изгибом и с разной толщиной это очень удобно если у вас короткий промежуток времени между клиентами и вы не успеваете с одной планшетки снять потом на другой одеть потому что пришел следующий клиент и он уже хочет другой изгиб примеру вам это неудобно это будет отнимать у вас время поэтому вы просто эту планшетку положили на место и взяли новенькую которая уже будет с другим изгибом либо второй вариант мы можем работать также с планшетками которые размещаются у нас на руках вот такая красивая у нас планшетка она размещается на руках точно также есть разные размеры мы на нее можем приклеить свои ленты и подписать ее д-007 л-007 либо там c-010 то есть несколько планшеток пускай их у вас будет до десяти с разными толщинами и с разными длинами вот так выглядит планшетка что в плане скорости конечно будет удобнее если вы работаете с руки но это кажется так мне потому что мне так удобно очень хорошо просматриваете ресницы они у вас близко вы четко можете отделить достаточное количество для пучка то есть если у вас два то вы хорошо просматриваете это 2d если это 3d вам четко хорошо видно что это 3d но это только один из вариантов потому что планшетки которые у нас большие мы всегда их будем размещать рядом с собой что касается планшетка которая на руку она у вас всегда на руке да здесь очень удобный такой съемный механизм вы одели сняли одели сняли то есть резинок вам много не нужно вам нужна только вот такая сменная планшетка для того чтобы была с разной толщиной и разной длиной далее что касается таких планшеток вы понимаете что у вас все препараты уже все материалы полностью находятся у вас под рукой вы можете приступить к таким более мелким деталям и так смотрите я беру планшетку если я работаю с этой планшетки я беру планшетку ложу ее рядышком с собой то есть планшетка обычно если вы застилаете все одноразовой простыню она будет не слишком подвижной она цепляется хорошо за просты следующее если что касается деревянных планшет и потому что пластиковые я не использую они непрактичные с них очень тяжело снимается лента поэтому я использую только деревянные следующее это пинцетики они у меня тоже всегда под рукой потому что они находятся на таком мини столике возле кушетки у вас возле кушетки обязательно должна стоять либо какая-то тумбочка либо это бывают специальные стоечки такие дам которые находятся возле кушетки из нескольких полочек то есть тут не не такое имеет большое значение что это будет но она обязательно должно быть возле вас на уровне вашей руки у меня еще возле кушетки установлен такой вот стол мы специально делали под себя на заказ для того чтобы было удобно и я вам сейчас буду показывать что мы делаем дальше для того чтобы работать мы например установили сюда ленты с ресничком то есть я вам покажу как делается мы берем реснички желательно снимать ленты не пинцетом которым вы работаете а дежурным пинцетом потому что вот это вот клейкая часть потом будет мешать вам в работе вы сейчас взяли например наклеили планшетку линию с ресницами вот к примеру я могу линию с ресницами приклеить там где у меня зона 11 я приклеила вот это выглядит вот так вот здесь у нас 11 напротив 11 находится после этого я беру вот такую вот точечку либо это может быть клеевая точка либо это может быть сухая капля то есть вот такой фиксатор небольшой для нашего кристалла либо камушка снимаем с нее клейкую часть это если это клеевая вот у меня сейчас это клеевая точка есть еще сухая капля сухая капля там ничего не снимается то есть вы сразу просто приступаете к работе еще не забудьте что возле вашего рабочего места должен стоять мусорничек потому что когда вы работаете вы постоянно у вас могут быть там бумажки от патча либо еще что-то и вы складываете их туда в мусорничек итак смотрите берем эту клеевую точку фиксируем на край нашей планшетки вот так она выглядит зафиксировали и затем мы берем устанавливаем сюда наш камушек он становится неподвижным он становится неподвижным то есть ваш клей не перевернется не капнет никуда это будет очень удобно если вы его зафиксируете уже на планшетке сейчас я зафиксирую его на клеевую точку она может использоваться даже не одноразово далее для того чтобы сохранить и сберечь ваш камушек чтобы он не был грязным мы берем пластырь пластырь у вас должно быть два пластырь бумажный который мы нейтрализуем нижние реснички если они вдруг повылазили либо фиксируем пластырь под глазом и второе это перфорированный пластырь которым мы приподнимаем века сейчас нам будет более удобно использовать этот пластырь бумажный так ищем его краешек отрываем небольшой кусочек и будем наклеивать сразу на наш камушек получаем себе вот такое произведение искусства вы видите что на камушек я просто наклеила кусочек пластыря зачем я это делаю после того как мы капнем сюда клей и поработаем нам не будет нужно наш камень очищать либо еще что то делать мы просто снимаем этот пластырь и выбрасываем во первых это экономия вашего времени то есть вы не будете потом заморачиваться и отдирать этот камушек есть варианты которыми его можно очистить но зачем это делать если есть так же варианты которые потом проще убираются поэтому есть еще второй вариант это коврики для клея вы можете покупать просто обычный коврик для клея и также его использовать в работе это будет немного дороже чем обычный пластырь следующее вы сделали вы поставили ваши реснички у вас уже есть либо вы взяли уже готовую планшетку с ресницами если вы подготовили их заранее далее зафиксировали ваш камушек зачем это делать это все такие моменты очень мелкие для того чтобы упростить вашу работу смотрите вы когда работаете начинает ездить ваш камушек он раз туда съехал раз поправили раз поправили туда поправили сюда вообще куда то убежал там к примеру то есть вы отвлекаетесь на это зачем вам это делать если вы хотите ускорить свою работу сделайте сразу так чтобы вам было удобно работать следующее ложится наш клиент мы понимаем что у нас все под рукой например все препараты у меня находятся в коробочке после каждого рабочего дня вы можете проверить эту коробочку проверить все свои материалы которые у вас есть достаточно ли у вас их возможно вам что то нужно дозаказать если у вас не держатся все материалы в одном месте если получается так что у вас где то клей там на тумбочке потом вы его возле себя положили или потом еще что то сделайте для себя такую память то есть у вас должна быть постоянно сохранена память у вас клей находится в одном и том же месте вы не отвлекаетесь вы его не ищете вы тратите на это время если вы положили под голову клиента потом на тумбочку потом он упал еще где то за тумбочку если вы машинально постоянно ставите его в эту коробочку у вас откладывается дорогие мастера все что касается клея конечно правильная организация вашего рабочего места это очень большой залог успеха и вы должны отсюда вынести что самое важное чтобы у вас все было под рукой и перед тем как придет ваш клиент проверить что у вас все есть в наличии что у вас капает клей рабочий носик все инструменты простерилизованы то есть вы готовы полностью к рабочему процессу это и будет одна из самых правильных организаций смотрите клей когда вы работаете иногда бывает такое что у вас поменялось немного влага температура и клей начинает капризничать поэтому желательно мастеру было бы удобно так иметь два клея один немного быстрее другой чуть медленнее то есть вы если видите что один перестал работать скорее всего второй клей будет более послушным то есть во время работы чтобы у вас не было того что вы ставите ресницу а пучок схлопывается вы ставите а он распадается то есть если вы видите что клей не хочет с вами работать вы можете заменить капельку на другой клей это будет очень удобно для вас и обратно возобновится быстрый рабочий процесс либо вам нужно для клея тогда создавать условия для этого еще раз хочу повторить у нас есть игрометр который отслеживает вы можете зафиксировать цифры с которыми хорошо и комфортно работает ваш клей и постоянно поддерживать и не забывайте проветривать помещение потому что кислород для клея очень важен следующее что хотелось бы сказать я здесь положила еще колечко но до этого вам показывала обзор на камушек либо кристалл что касается колечко мне кажется что достаточно быстро макать капельку клея когда она у вас рядышком под рукой но я склонна к аллергическим реакциям поэтому аллергиков я не рекомендую использовать кольцо сейчас немного поговорим еще о бустере я вам только что рассказала за клей что иногда нужно иметь два клея там рядышком с собой например у меня сейчас клей бомб есть вот в этой моей шкатулочке он достаточно быстренький и второй клей это профи этот клей уже идет более медленный поэтому это так на всякий случай есть еще также такое средство которое называется бустер оно действительно и правда ускоряет рабочий процесс когда постановки ресницы искусственные на натуральную и сцепку клея обязательно он ускоряет если вы видите что ваш клей начал плохо работать пучки схлопываются то есть вы видите что клей замедлился вы можете использовать бустер вы можете использовать его в любой период вашей работы то есть не обязательно только на первичном начальном этапе если вы заметили что в процессе работы клей начал капризничать то есть вы можете промазывать участки и использовать его в процессе работы уже участками следующее на чем хотелось бы сделать еще такой акцент если вы работаете с двумя глазиками то ваша работа также будет выполнена быстрее потому что с одним глазом вы начинаете один глаз делать долго уделять ему так скурпулезно намного больше времени вы как бы больше расслабляетесь а потом когда до второго глаза доходите вы немного устаете и понимаете что на него уже осталось меньше времени то есть вы много потратили очень много усердно работали над первым глазом вы начинаете второй глаз либо немножечко ускоряться где-то возможно даже появляется какая-то халтурка то есть я вам могу сказать что с одной стороны мне удобно работать сначала с одним глазом потом со вторым глазом но все же для себя я приняла решение что в первую очередь я когда сажусь я прорабатываю внутренний угол буквально ставлю пять пучков на внутренний угол и потом я начинаю работать с двумя глазами с внешних углов это лично моя техника в которой мне удобно работать и я заметила что так работа будет выполнена быстрее и так сегодня у нас видео посвящается тому что какая должна быть правильная организация рабочего места еще раз хочу повториться что самое важное это чтобы у вас все было под рукой автоматически выработана память на то что где что у вас стоит чтобы вы подготовили для себя удобно планшетки все незачем не отвлекались относительно кушетки я сделала небольшой обзор подушечка у нас обычная ортопедическая которую мы уложим под шею на ней достаточно удобно либо бывают такие моменты что я вообще убираю подушку то есть мне комфортнее если девочка там например ну объем головы тоже бывает разный поэтому бывает такое что мне комфортнее без подушки работать и по поводу лампы мне все таки удобно когда она отдельно стоящая стоит рядышком а не цепляется к кушетке потому что иногда такие лампы они не поворотливы мешают клиенту встать либо еще что то и как бы я считаю что тоже для организации рабочего места лучше когда лампа стоит рядышком так вам удобнее и комфортнее надеюсь мое видео вам было полезно вы взяли отсюда на заметочку себе какие-то моменты эти моменты из моего рабочего арсенала то как работаю я возможно у вас есть какие-то свои предпочтения вы привыкли что-то делать по-своему там управшись с одной стороны возможно будет стоять материал левша будет немного по-другому работать то есть у каждого свои моменты но всем приятного просмотра и до скорых встреч в новых видео до свидания до свидания до свидания до свидания